МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Придворный интриган и лейб-медик Иоганн Листок был известен своей приверженностью к черной магии. Однажды, после затянувшегося глубоко заполночь придворного бала в царском селе, к нему привели камер Фрейлину фон Траубе, которая жаловалась на чудовищные головные боли, шум в ушах и сильное сердцебиение. Листок ввел больную в гипноз. В состоянии транса камер Фрейлина стала рассказывать о безумных призраках, посещающих ее во время сна. И перед тем, как потерять, сознание простонало там, в моем будуаре. Листок тут же бросился дотошно изучать спальную комнату камер Фрейлина и наткнулся на замаскированный люк, ведущий в рукотворные катакомбы под царско-сельским дворцом. С этой находки началась история расследования тайн дворцовых переворотов. И эти тайны до сих пор никем до конца не разгаданы. Уже более трехсот лет в царском селе существуют самые невероятные истории о таинственных подземельях и тоннелях, входы в которые нынче накрепко замурованы. Члены императорской фамилии Придворные пользовались подземными ходами для секретных встреч и тайных свиданий с возлюбленными. Но есть загадка, которая до сих пор будоражит сознание исследователей. Согласно передающейся из поколения в поколение легенде, в царском селе существовала подземная железная дорога. Здесь по сей день находят решетки, которые ничего не ограждают. Люки, которые нельзя открыть. Двери, ведущие в никуда. Возможно, это и есть ход к секретной подземке. Говорят, кто-то видел объект собственными глазами. Но сегодня найти это таинственное метро никто не может. Оно исчезает, как только исследователи приближаются к указанному когда-то очевидцами загадочному месту. Июнь 1931 года. Первый секретарь московского горкома партии Лазарь Каганович объявляет о строительстве московского метрополитена. За месяц до этого партийный функционер посещает царское село. Визит не афишируется. Согласно слухам, Кагановича спустили в катакомбы под Екатерининским дворцом и показали удивительное сооружение. Тоннель, рельсовая укладка, кабели электропроводки и телефонной связи, прикрепленные к тюбингам. Это было самое настоящее метро. Маршрут начинался от ворот небольшого бетонного бункера, выстроенного рядом с царско-сельским лицеем. В бункере замечен огромный сосуд, в котором предположительно отстаивалась питьевая вода для дворцовой челяди. Здесь же обнаружен механизм затопления тоннелей. Как только делегация попробовала пройти вглубь подземелья, этот механизм сам по себе заработал, и тоннель стал заполняться водой. Метро на глазах изумленного Кагановича исчезло. Что же все-таки произошло в старом бункере, вразумительно объяснить не смог никто. Слухи про секретные подземные лабиринты в царском селе ходили еще при Екатерине Первой. Будто бы она построила их тайком от своего супруга Петра Первого, чтобы встречаться там с возлюбленным Вильямом Монсом. Когда император узнал об этом, Монсу отрубили голову, а лабиринты засыпали. Позже другая императрица, Екатерина Вторая, приказала построить новые подземные ходы, чтобы соединить дворец с другими строениями. Это позволяло Ее Величеству внезапно появляться в любом конце дворцового комплекса. Идея создания подземных транспортеров и лифтов также носилась в воздухе. До сих пор на Пушкинской улице Царского села стоит старый дом под номером 14, откуда, как говорится в легенде, Екатерина начинала свои тайные прогулки по дворцовому комплексу и за его пределами. Это самый странный дом в Царском селе, потому что к нему деревянный дом двухэтажный, к которому пристроена небольшая кирпичная пристройка. С заднего фасада имеется башня. Башня имеет соединение только со вторым этажом, и со второго этажа винтовая лестница ведет куда-то глубоко под землю. О степени закрытости информации о катакомбах говорит запись в дневнике фрейлины Анны Федоровны Тючевой. В парке около озера видна пещера, закрытая железной решеткой. Говорят, что здесь находится выход из тех подземных лабиринтов, которые члены императорской фамилии велели провести из своих комнат, чтобы иметь возможность бежать от убийц. Я не отрицаю наличие подземных ходов. Вполне, скорее всего, они там есть. Я уверена, что они есть в царском селе. Потому что это дворец 18 века. Что такое 18 век? Это век дворцовых переворотов. Постоянно происходили дворцовые перевороты. Потому что в любой момент император не знал, что будет с ним дальше. Екатерина, находясь в Петергофе, не знала, что она завтра станет императрицей. Так же, как Петр III даже не подозревал, что пройдет немного времени, и он будет похоронен в Петропавловской крепости. Самые таинственные события в царском селе начинают происходить в начале 20 века. В мае 1904 года публики строжайше запрещают свободно посещать все дворцовые парки и сады. Вокруг лесопосадок устанавливаются проволочные заграждения и заставы. Челядь распространяет слухи, что на территории дворцового комплекса развернуты колоссальные строительные работы в связи с подготовкой к 300-летию царствующего дома Романова. По всему периметру Александровского парка была установлена ограда и были установлены казачьи посты. И в частности, основная часть казачьих войск была расквартирована именно в 1904 году. Их основная цель была сохранение режима секретности вокруг Александровского парка. На территории парка проложена узкоколейка, по которой ходит поезд. Вагоны закрыты брезентом от любопытных глаз. Все перевозки охраняются полицией и казаками. Круглосуточно на тачках вывозятся тонны земли и глины. Заинтригованные обыватели строят фантастические предположения о том, что происходит внутри императорской резиденции. По царскому селу ползут слухи. Прокладывается какая-то секретная подземная железная дорога. К разгадке тайных земляных работ у Екатерининского дворца подключается писатель-фантаст Алексей Николаевич Толстой. Он один из первых узнает о том, что стройкой руководит сенатор Гарин. Помощник военного министра, он занимался всеми военными заказами, испытанием современной военной техники. Это был человек, засекреченный в Российской империи, так же, как в Советском Союзе был засекречен, например, Королев. Позже из архивов Алексея Толстого пропадают все записи о таинственном сенаторе Гарине. Более того, другие документы о строительстве метро, записи частных лиц, даже упоминания о подземке в личных дневниках и письмах мистическим образом исчезают. При этом многие люди рассказывают, что видели метро, но показать место, где якобы оно было, никто не может. За люками и вентиляционными шахтами либо бездонная пустота, либо бетонная стена. Как утверждают исследователи, смета работ составляла 15 миллионов золотых рублей. Казенных денег катастрофически не хватало, поэтому к финансированию проекта были привлечены некоторые частные инвесторы. Например, купец третьей гильдии Илья Мартимьянович Морозов, дядя местного краеведа Федора Морозова. Мой дядя рассказывал то, что с него трясли деньги, как и со всех местных купцов, для того, чтобы поставлять, закупать дорогостоящие материалы для отделки внутренних помещений. Один раз для него провели экскурсию, но кроме темных помещений он ничего рассмотреть не смог. Ну, тоннели и тоннели. По его воспоминаниям, в районе Китайского театра был электромеханический лифт. Собственно, один из тоннелей туда и ведет. Сразу после февральского переворота и отречения Николая II от престола группа прапорщиков царско-сельского гарнизона обнаружила шурф, ведущий в глубокое подземелье. Уведенное их потрясло. На глубине 8 метров в череве бетонного тоннеля 3-х метровой высоты была уложена широкая однопутка. В небольшом депо ржавела электрическая дрезина с двумя прицепными колясками на 20 посадочных мест по количеству членов царской семьи и свиты. Общая ширина центрального тоннеля с боковыми проходами составляла 12 метров. Особая система отвода грунтовых вод и конденсата так и осталась неразгаданной. Вентилировались тоннели простым и остроумным путем, через естественную тягу, то есть через трубы в местных котельных. Сложная конструкция вентиляционных каналов, сопряженных с ливневыми колодцами, была продумана и просчитана с математической скрупулезностью. Что касается вот этой версии или гипотезы о том, что в царском селе было метро, это вполне возможно, тем более технически это было вполне осуществимо, поскольку был опыт Транссиба, когда строили сквозь скалы, туннели. Так что вполне возможно. Что побудило группу царско-сельского гарнизона искать императорскую подземку? У этой истории есть весьма любопытная версия. Известно, что после февральского переворота царская семья содержалась под домашним арестом в Александровском дворце. Недалеко стоит Екатериненский. Вполне резонно предположить, что если здесь было метро, то оно соединяло эти дворцы и выходило за пределы комплекса. Отсюда вывод. Подземка могла быть средством побега Романовых из царского села. Чтобы его предотвратить, надо было найти метро и взять его под контроль. Так и было сделано. Под охрану взяли все объекты, куда можно было поставить часового. Тем не менее, 16 марта 1917 года небольшая группа монархистов предприняла отчаянную попытку прорыва в Александровский дворец через один из тоннелей. Результат оказался плачевным. Часть группы угорела от дыма, которым были затянуты тоннели подземки. Другая часть попала под высокое напряжение от затопленной водой электропроводки. Оставшихся в живых заговорщиков схватили и расстреляли. Дядя мой участвовал в подразделении, которым поручили освободить Николая, когда он был арестован и находился в царском селе. Они собирались каким-то образом тайно вывезти его. Возможно, вот уходят слухи, что действительно было подземелье, что они надеялись, что смогут совершенно спокойно вывезти царя. Так оказалось, что буквально в этот же день, когда они возвращались, их арестовали и пригвали к расстрелу. В мае 1917 года все боковые тоннели самого секретного в России объекта были разграблены, включая хранилище золотого запаса дома Романовых под искусственным холмом Парнас и под зданием Китайского театра. При этом последний городской голова царского села Александр Нодия и последний петроградский генерал-губернатор эсэр Борис Савенков утверждали, в подземном хранилище ничего ценного не было. Но показания царско-сельского сторожила Леонида Петровича Понурина свидетельствуют, что это не так. По его утверждению, хранилище под холмом Парнас до потолка было забито фальшивой иностранной валютой. Главным образом долларами и английскими фунтами стерлингов. Фальшивки были прекрасного исполнения. По свидетельству еще одного сторожила царского села Григория Ивановича Левушкина, один из тоннелей с уложенными рельсами, но наполовину затопленной водой, забетонировали в 1920 году по приказу местного комиссара. Комиссар утверждал, что из подземелья по ночам появляются подозрительные личности, которые удивительным образом ускользают от засад, патрулей и даже преодолевают заграждение из колючей проволоки. Поэтому лучший способ избавления от непрошенных гостей в дворцовом комплексе это полная ликвидация здешних лабиринтов. Но история про метро никак не оставляла в покое неутомимых исследователей. И царско-сельскую подземку постоянно кто-то пытался обнаружить. Существует немало историй, когда благодаря легендам историки открывали какие-то замечательные факты. Все начиналось с легенды, потом происходило изучение и документации подробной. И потом оказывалось, что под легендой лежал реальный исторический факт, либо хорошо забытый, либо тщательно спрятанный за документами. Если мы слышим легенду о существовании метро в царском селе, мы должны эту легенду подтвердить наличием исторических источников. Мы должны найти хотя бы один документ эпохи, который нам скажет про то, что там действительно существовало метро. Хотя бы в письме, хотя бы в дневнике, хотя бы там записанном устном рассказе. Но рассказе, который был рассказан в начале 20 века, а не в начале 21 века. Исследования в царском селе продолжились сразу после Великой Отечественной войны. Известно, что дворцовый комплекс находился в зоне оккупации вермахта. А когда его освободили, то из Екатерининского дворца исчез знаменитый шедевр искусства 18 века «Янтарная комната». В 1946 году было высказано предположение, что янтарная комната спрятана в подземелье. Во время поисков шедевра исследователи решили разгадать тайну и царскосельского метро. Однако задумки поисковиков немедленно пресекли органы безопасности. В то время в Александровском и Екатерининском дворцах размещались закрытые военные организации. Официальные власти категорически отрицали существование тоннелей на территории дворцового комплекса. А в местах выхода на поверхность вертикальных колодцев появились бетонные пробки. Одна из причин замуровывания это как раз то, что в Александровском дворце находится закрытый военный институт. А доступ, скорее всего, был где-то в районе ротонды под ротондой. Во всяком случае, тоннель идет именно в эту часть Александровского дворца. Старики говорили, что главный тоннель он идет параллельно главной дорожке Александровского парка. И после того, как мы прошли с лозой, мы действительно нашли левее главной дорожки пустоты на глубине 8 метров, шириной 12 метров и высота тоннеля 3 метра. Тем не менее, все попытки исследователей добыть информацию о подземельях царского села и собственно императорского метро компетентные органы с представителями местной власти постоянно пресекают. Уже в эпоху перестройки самые невинные заметки в областных средствах массовой информации о странном доме номер 14 на Пушкинской улице закончились скандалом. Официальное мнение специалистов гласило, никаких тоннелей на территории Александровского парка нет и быть не может, ибо возиться с ними некому и не на что. В то же время наличие тайных подземелий подтверждается археологами. Например, во время исследований в Александровском парке были обнаружены несколько замурованных коллекторных выходов, на которых полностью отсутствовала архивная документация. Эти коллекторы по размерам вполне годились для таинственных подземных лабиринтов. Исследователи выдвигают предположение. Здесь может быть и то самое таинственное метро. Но оно под водой, которая затопила подземку во время посещения ее Лазарем Кагановичем в мае 1931 года. Затопленные тоннели существуют и сейчас. Аквалангисты проникли в один из них через колодец под ротонды. Но определить, куда ведет таинственный ход, им не удалось. В какую бы сторону они ни повернули, повсюду натыкались на бетонную стену. В царском селе постоянно обнаруживаются непонятного назначения двери, люки, проходы, решетки. Одно из самых таинственных мест императорский гараж. Николай II слыл страстным автомобилистам. Его гараж был оборудован по последнему слову техники. Механики часто видели там государя императора. Он появлялся и уходил всегда неожиданно и незаметно. Это казалось странным, как и то, что во время внезапных визитов император не приближался к служащим гаража и никогда не произносил ни одного слова. Когда я начал работать в городском гараже, мне показали очень интересное место. Такая секретная дверь и комнаты глухие, куда, возможно, мог император входить и исчезнуть, бесследно исчезать. В том числе, и обратно тоже возникал из ниоткуда, в своей, так сказать, в гараже своем, у своих роскошных лимузинов. Вот, поэтому, предположительно, вот мы начали рассматривать здесь, что, возможно, была здесь подземная, ходы подземные, или подземная даже железная дорога. В императорском гараже до сих пор то и дело находят загадочные механизмы бесприводов, неоткрывающиеся двери, похожие на створки современных лифтов, лестницы, ведущие в никуда. Есть в этом здании очень интересное место. Это потайная дверь, которая закрывалась железной створкой, имеются пазы такие, и это все было на электрической тяге. За этой дверью есть потайной ход, который ведет в подземелье вниз. И, естественно, сейчас он замурован, бетонная пробка стоит, но иногда, по весне, оттуда выплывают маленькие рыбки. То есть это не какая-то там канализация, скажем так. Какой-то затопленный, да, подземный ход. Или, может быть, даже подземная какая-то галерея. Я думаю, что вот это императорское метро, это тоже вполне возможно. Царское село загадочное место. Говорят, здесь легко перепутать день с ночью. Реальность с мистическими видениями. Были люди, которые уверяют, что видели в Царско-сельском парке то самое таинственное метро. Вернее, поезд-призрак. И даже разглядели его во всех подробностях. Иду я вдоль ограды Александровского парка. Слышу, литричка идет. Мне поначалу даже внимания не обратил. Ну, литричка, литричка. Что есть такое? Потом подумал, а откуда тут литричка? Поворачиваю, голову смотрю, а за оградой огни. Поезд идет. Даже вроде не поезд, литричка. Потом раз, вот как метро в тоннель и исчез. Краеведы и экстрасенсы много раз обследовали Царское село. Им удалось обнаружить пустоты вдоль главной аллеи Александровского парка и ответвление от него в сторону Китайского театра горы Парнас и Александровского дворца. Предполагается, что глубина залегания всех подземных лабиринтов 8 метров. Все царскосельские парки и сам город пронизан системой подземных труб разного диаметра. Иногда это большие трубы до 70 сантиметров там в диаметре, которые, собственно говоря, были проложены для того, чтобы связать между собой фонтаны, озера, канальцы и так далее. Коммуникации масса. Если человек захочет пролезть по этой трубе, он пролезть в нее может. Собственно, она так и запланирована. В случае, если там какой-то засор, были такие колодцы, и они опять же известны, и места этих колодцев известны. В 1997 году известный питерский экстрасенс Михаил Федорович Мелков сделал заявление, что ему удалось обнаружить тоннели подземной железной дороги. Естественно, с помощью своего экстрасенсорного дара. Позже он нарисовал схему метро и перенес на план Александровского парка. Мелков определил ширину тоннелей, высоту и глубину залегания. Первая же публикация об открытии экстрасенсов в петербургской прессе вызвала огромный интерес общественности. В продовой Екатеринского парка стоит Чесменская колонна. И там было, прямо внутри колонны в полу был отход в ход. И существует легенда, что до войны Великой Отчистине 1941 года местные жители и ребята лазали по нему туда и проходили определенное расстояние. Позже администрация Царско-сельского заповедника подвергла открытие Мелкова острой критики и опровергла все заявления экстрасенсов. Нет здесь никакого метро. Все это выдумки. Таково было заключение от чиновников. Но исследователи не успокаиваются и не теряют надежды раскрыть одну из самых таинственных загадок царского села метро Николая Второго. Тем более, что с каждым разом поисковики все ближе и ближе подбираются к тайне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok